Вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете Ну, конечно, знаете, ясно, что вы знаете Несомненно, 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 знаете Нет, 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 мы не знаем ничего Не слышали ничего, не слышали, не видали И не знаем ничего Знаете ли вы что? Такая у меня рубрика есть, новости Когда россиянам стало казаться, что Ксения Собчак красивая, президент России окончательно понял, что с выпивкой в стране пора завязывать. Недавно Борис Масеев сказал, в нашем шоу-бизнесе все решает продюсер. Именно он определяет, будешь ты певцом или певицей. Узнав, что в экранизации произведения Тургенева роль глухонемого Герасима будет играть Андреем Аллахом, Муму утопилась сама. Вот интересно, Сергей Зверев действительно не умеет петь или просто мстит кому-то? Российских девушек, которые пригласили в Турцию работать официантками, подло обманули. Бедняжкам действительно пришлось работать официантками. В обычной московской школе ученики выпускного класса писали сочинение на тему «Если б я был министр финансов». У всех учеников сочинение заканчивалось одинаково. И хрен вы меня потом найдете. В Кремле прошло вручение наград деятелям культуры. Президент прикрепил медаль на груди у Анны Семенович и долго поправлял ее. На телекраны страны выходит телесериал «При обычную российскую семью». Муж водитель эвакуатора, жена налоговый инспектор, тесть таможенник, свекр гаишник. Сериал называется «Сволочи». Трагедией закончилась поездка Тины Канделаки в Эстонию. От ее скороговорки сошли с ума восемь эстонских переводчиков. Остантинский мясокабинат заявляет «При приготовлении нашей колбасы не пострадало ни одно животное». В зоопарке «Папа, а как называется эта страшная лохматая зверюга, которая на нас так злобно смотрит?» «Кассирша». «Хотите стать похожим на Сергея Зверева? Возьмите уже на стринге туфли на платформе и суньте два пальца в розетку. Если выживете, скажите «Звезда в шоке!». Братья Кличко слились в рекламе зубной пасты. Они спрашивают прохожих «Вы готовы проверить ваши зубы прямо сейчас?». Самый короткий эротический анекдот. Нормально, Григорий? Отлично, Константин. На нашем телевидении специально для экстремалов, извращенцев, выйдут две передачи. «Аншлаг» с Анфисой Чеховой и «Секс» с Региной Дубовицкой.